Добрый день! Я думаю, что рано или поздно каждого популяризатора и, наверное, почти каждого ученого, общающегося с публикой, начинают спрашивать про научную фантастику. И я, разумеется, не являюсь никаким исключением. При этом я прекрасно понимаю, что я никакой не эксперт в научной фантастике и даже вряд ли назову себя продвинутым любителем. Но, тем не менее, мне так часто приходилось что-то про научную фантастику говорить. Приходилось участвовать в работе жюри литературных конкурсов. Наконец, вот недавно мы записали несколько подкастов с известным фантастом и популяризатором науки ученым Павлом Эммануэлем. Ссылки на подкасты будут в описании этого видео. Что я решил записать небольшое видео про научную фантастику для моего YouTube-канала. И давайте, собственно, к слайду мы перейдем. Итак, начнем мы, собственно, с некоторой такой любительской классификации научной фантастики. На мой взгляд, можно выделить четыре направления. Ну, можно выделить и больше, и меньше, конечно. Во-первых, это развлекательная фантастика. Это самый большой, наверное, сегмент, самый востребованный. Он существует во всех жанрах. Я в основном, конечно, буду говорить о литературе. Но иногда буду говорить и о фильмах. По крайней мере, если они связаны с литературными оригиналами. Итак, развлекательная научная фантастика. И это один полюс. Совершенно другой полюс, который я бы назвал просто литература. То есть, жанр, где научная фантастика является просто ответвлением хорошей большой литературы. Вот, собственно, и все. Замечательный пример это творчество Рея Брэдбери. Для которого, по большей части, бывают исключения, учитывая, насколько это плодовит автор. Но, по большей части, научно-фантастические какие-то сюжеты, повороты являются лишь некоторым поводом поставить персонажей в какую-то ситуацию, где они могут раскрыться. Но целью этой фантастики не является ни предсказание будущего, ни изобретение каких-нибудь девайсов. А это действительно просто хорошая литература. Мои вкусы как-то, наверное, будут влиять на изложение. Мне, естественно, такая фантастика нравится больше всего. Еще один полюс — это социальная фантастика. И мне она тоже очень нравится. Многие именно такую фантастику считают самой лучшей, самой правильной. Замечательный пример такого направления — это творчество Стургацких, исключая самые-самые ранние произведения. И, наконец, есть то, что называется жесткой научной фантастикой, где научно-фантастическая идея, собственно, научная или чаще научно-техническая идея, являются важнейшим, главнейшим компонентом. А есть люди, у которых есть произведения, где прямо-таки, я бы сказал, само изобретение является самым главным. То есть дальше, что называется, автору приходится писать литературное произведение, чтобы описать на самом деле это изобретение, это устройство, этот принцип, процесс, еще что-то, который вот он придумал или как-то модифицировал. Естественно, довольно часто реальное произведение является сочетанием жанров, причем иногда бывает, что сочетаются сразу четыре, и это совсем гениальные произведения, которые жутко интересно читать. Они действительно затягивают, это действительно и в том числе развлечения. С другой стороны, это прекрасная литература с хорошо прописанными персонажами. С третьей стороны, там есть новые научно-технические идеи. Ну и, наконец, с четвертой стороны, показываются не только персонажи, то есть не только такая психология, но и показывается общество, показываются взаимоотношения персонажами, но, по крайней мере, не person-to-person, а гораздо в каком-то большем масштабе хотя бы каких-то групп, и, соответственно, возникает интересный социальный аспект. Интересно, что происходит с экранизацией. На мой взгляд, довольно часто, не всегда, то есть давайте мы сразу отбросим «никогда не говори никогда», «никогда не говори всегда». Мы понимаем, что все абсолютные обобщения, они некорректны в таком обсуждении. Но довольно часто, на мой взгляд, бывает следующее. Довольно часто в книге писатели могут пойти сильно вглубь и вширь, поскольку, ну, по большому счету, они объемом не ограничены. В конце концов, если у автора очень много идей, он просто делает цикл книг. И в этом смысле даже такой объем тома, ну, я не знаю, возьмем тысячу страниц, все равно не является ограничением. Можно написать несколько томов, развивая данный сюжет с теми же персонажами или в какой-то той же локации и так далее. При создании фильмов, естественно, режиссер очень ограничен форматом. И чаще всего происходят, на мой взгляд, в таких больших, интересных, проработанных произведениях, где вот как раз сочетаются более-менее все четыре жанра, выбрасывается как раз научность. Поскольку хорошим режиссером, работающим с хорошей книгой, интереснее всего оказывается в первую очередь характер героев, и во вторую очередь, наверное, социальные отношения. Вот «Солярис» один из лучших, как мне кажется, примеров, где в фильме речь идет уже фактически только о внутреннем мире главного героя. В книге есть огромный научно-технический контекст, очень интересный сам по себе. Другой пример – это «Пикник на обочине против сталкера». опять-таки в книге гораздо больше проработано научно-технической части, чувствуется, что она для авторов была важна, хотя и не стояла во главе угла. То есть действительно Стругацки – это люди, которые, исключая ранние произведения, фактически не писали hard science fiction и считали, что это не так важно и интересно. И вот эта тема, она тоже раскрывается Павлом Эммануэлем в одном из подкастов. В фильме «Сталкер» научно-технической идеи уже, в общем-то, фактически никак не упоминаются, не рассматриваются. Они служат таким фоном. Ну и я думаю, вообще говоря, по большей части фильм смотрят люди, которые, по крайней мере, знакомы с совершением книги, даже если ее не читали. И поэтому это все остается за рамками. Ну и, наконец, совсем особый пример – это экранизация «Дни затмений». Собственно, книга в оригинале называется «За миллиард лет до конца света», но у Стругацких есть, и они даже изданы, сценарии, собственно. Стругацкие написали несколько сценариев. По большей части они все были экранизированы. Ну вот, в мое время, наверное, все смотрели «Отель у погибшего альпиниста». Например, гораздо реже кто видел «Пять ложек эликсира», довольно слабый фильм получился. Но вот есть сценарий «Дни затмений», он, кстати, мне нравится гораздо больше, чем роман. И есть совершенно потрясающий фильм «Дни затмений», Сокуровский фильм, который, ну, совсем такой фильм не для всех. При этом я его очень рекомендую смотреть. Мне он очень нравится, прямо со всех точек зрения. Потрясающий совершенно фильм. Но, вообще говоря, конечно, если смотреть фильм, не читая ни книг, ни сценарий, то будет не очень понятно, но здесь научная часть просто выкинута, по сути. И показан совершенно такой другой мир, на мой взгляд, по сравнению с тем, что особенно мы читаем в оригинальном романе. Таким образом, возникает вопрос, а вообще говоря, научная фантастика – это больше про науку и технологии, или про литературу. Это довольно сложный вопрос, естественно, на него нет никакого ответа, то есть разные авторы дают разный ответ, и в конце концов ответ они дают своим творчеством, получаются хорошие, в ней в деле плохие. Но, тем не менее, такая дилемма существует, и ее периодически обсуждают, и она служит основой для некоторых споров. Но все-таки, если мы говорим о жесткой научной фантастике, то идеи обязательны. То есть, подчеркну, научная фантастика бывает разной, но вот есть жесткая научная фантастика, и там во главе угла всегда стоит какая-то идея. Идеи мы базовые, какие-то самые известные, естественно, легко можем перечислить. Некоторые из них здесь выписаны. И возникает естественный вопрос, а где идеи брать? Более того, с этим вопросом для многих связан ответ на вопрос о том, находится ли жесткая научная фантастика в кризисе и почему. И ответ зачастую состоит в том, что жесткая научная фантастика давно, где-нибудь с 70-х годов, находится в кризисе. И связано это с тем, что все сколь-нибудь, не то что лежащие на поверхности, а близкие к поверхности, не находящиеся где-то совсем в глубине идеи, авторы уже перебрали. И чтобы двигаться дальше, нужно автору нырять в эту глубину и там выискивать идеи. И это более тяжелый труд, естественно. И кроме того, что может быть является еще более непреодолимой проблемой, читателю надо нырять в глубину. И читатели, как правило, этого в массе своей не любят и, что называется, голосуют рублем. То есть книги с какой-то очень сложной концепцией, с очень большим, сложным, не наукообразным, а вполне себе научным описанием, они просто игнорируют. И поэтому таких книг появляется мало. Но тем не менее, новые идеи люди ищут. Где их брать? Первое, конечно, идеи можно просто изобретать. Можно взять и придумать какую-то идею. И это самое замечательное, наверное, дающее какое-то совершенно потрясающее ощущение тому, кто это делает. То есть это действительно такой мощный, красивый, творческий акт. Но так бывает совсем редко. Особенно в последние, да вообще говоря, уже многие десятилетия. Следующий вариант это читать научные работы и выискивать там новые идеи и смотреть, как их можно применить в каких-то сюжетах, в рамках научной фантастики. Это довольно тяжелый труд, причем, как правило, это очень трудно делать в нескольких областях. То есть вполне себе может быть, что писатель является, ну, например, биологом по образованию, он спокойно читает биологическую научную переводику и в итоге может черпать какие-то идеи оттуда. Но, скажем, при этом одновременно читать научные статьи по физике, химии, не знаю, чему еще, геологии каким-то медицинским аспектам, не слишком близким к тем биологическим знаниям, которые имеет наш гипотетический автор, это все уже сложно. Поэтому, наверное, более естественный и часто встречающийся шаг это чтение популярной литературы, научно-популярной, книг, сайтов, журналов и так далее. И я подозреваю, что именно так по большей части авторы следят за таким научным дискурсом и, соответственно, черпают какие-то идеи, модифицируют их и привносят свои произведения. Наконец, есть еще один путь, который, как мне казалось, вполне естественный, но вот, например, как говорит Павел Нуэль, который крайне-крайне-крайне-крайне-крайне-крайне редко встречается, это, собственно, сотрудничество между писателем и ученым. Это не означает, что ученые там становятся соавтором книги, но на начальном этапе вполне себе возможно такое тесное общение не в духе, Семен Семенович, расскажите мне какую-нибудь идею, которую я могу использовать в каком-нибудь романе. Скорее, это должно быть какое-то такое регулярное, относительно частое общение, где происходит обмен какими-то идеями, мыслями, и в итоге у писателя появляются идеи, основанные на том, что вот соответствующий ученый или несколько ученых, повторюсь, естественно, если вы говорите с физиком, он вам вряд ли подкинет какие-то новые идеи из, не знаю, вирусологии, со многими учеными может быть вполне плодотворным. Ну а дальше, если идея зацепила, из нее начало что-то расти, то можно консультироваться у соответствующего эксперта по этим темам. Еще раз подчеркну, что, к моему, кстати, удивлению, довольно редко, как показал, опять-таки, Павел Моэль, довольно редко авторы научной фантастики являются ученые. С одной стороны, мы знаем много примеров, да, вот один из стругацких, астроном, обручев ученый, казанцев ученый, то есть примеры есть, они вполне себе громкие, но вот у Булгакова фантастические произведения, часто связанные с медициной или какой-то физиологией, да, существенно, что он врач. И в этом смысле, повторюсь, примеры есть. Но если посмотреть на общую статистику, то не получается никакого засилия ученых, и поэтому такое сотрудничество, на мой взгляд, было бы вполне естественным, но вот, как оказывается, редко встречается. Тем не менее, я развлеку вас одним примером такого своего сотрудничества. Это не совсем про научную фантастику, но прямо очень-очень близко. По большому счету, это тоже про придумывание идей. Есть известная пьеса Михаила Себастьяна, «Безымянная звезда», есть известный советский фильм. И пьеса многократно ставилась самыми разными театрами у нас в стране. Ну и не только у нас в стране. Автор, вообще говоря, из Румынии. Он приятель Мерчи Илиады, например. Ну и жил, соответственно, в первую половину XX века. Умер, если не ошибаюсь, в 1945 году, а «Безымянная звезда», по-моему, в 1944 году была написана. Действие пьесы происходит, по всей видимости, между двумя войнами. Действие происходит в маленьком румынском городке. Но сюжет, наверное, более-менее все знают. И Александр Сазонов, вставя эту пьесу в виде такого музыкального спектакля в губернатском театре, захотел сделать другой финал. То есть сделать такой, я бы сказал, открытый хэппи-энд. И поэтому ему понадобилось для этого, чтобы главный герой сделал на самом деле какое-то интересное открытие. То есть в пьесе у Себастьяна это никак особенно не конкретизируется, он открыл новую звезду. Любой человек, хоть что-нибудь понимающий в астрономии, понимает, что это как бы ни о чем. Примерно. А идея Александра была в том, что чтобы можно было придумать такое открытие, которое можно было бы сделать в это время, это мог бы сделать человек без каких-то инструментов серьезных. Вот он именно читает периодику, например, научную, и ему приходит в голову какая-то идея. Он там покупает каталог, то есть это нужно все уложить вот в такую основную канву. И Александр попросил меня придумать такую идею. Мне вначале казалось, что задача вообще неразрешима, но потом неожиданно мне в голову пришла мысль, как мне показалось, довольно интересная. Итак, значит, подчеркну, мы хотим придумать такое открытие, которое персонаж мог сделать, и которое открывало бы ему некое такое светлое научное будущее. И идея моя была такая, это микролинзирование на белом карлике. Общая теория относительности это 16-й год. Хвольсом в Петербурге написал маленькую-маленькую заметку, такую на немецком языке про микролинзирование, в общем, вскоре после этого. Белые карлики, история довольно длинная, но вот где-то между 10-20 каким-нибудь годом все основные вещи про такую базовую наблюдательную сторону белых карликов были поняты. И, соответственно, персонаж мог, посмотрев на собственное движение белых карликов в каталоге, заметить, и собственное движение звезд, заметить, что траектории пересекаются, и, соответственно, произойдет микролинзирование, и звезда ярко засияет. Особая красота состоит в том, что это прекрасно вписывается в контекст пьесы. То есть действительно два главных персонажа встречаются, и, ну, я бы сказал, один сияет благодаря другому. То есть, ну, происходит такое микролинзирование. И идея режиссеру понравилась, в итоге она вошла в эту сценическую версию. Там буквально есть такой науч-поп-вставка, где один главный герой объясняет, то есть главный герой объясняет героине, в чем же состоит суть его открытия. В общем, довольно интересно, как все это происходило. То есть, повторюсь, на мой взгляд, такое сотрудничество, оно имеет смысл, и у меня есть даже небольшой личный опыт по этому поводу. Еще про один личный опыт в самом-самом конце расскажу. Он тоже не связан с литературой, кстати, в прямом. Хорошо. Ну, а теперь, собственно, я хочу поделиться идеей, которую, на мой взгляд, можно было бы вполне использовать в научно-фантастических произведениях. Может быть, она даже использована. Повторюсь, я не очень внимательно слежу, да совсем не внимательно, и вообще не слежу за научной фантастикой. Но вот я не встречал изучение, использование такой идеи. Связана она со звездами, двигающимися с большой скоростью. Поэтому давайте вначале поговорим про скорости звезд. Звезды в галактике движутся. Движутся в галактическом гравитационном потенциале, который создается самими звездами, газом, естественно, темным веществом. В самом центре галактики важна и сверхмассивная черная дыра. Соответственно, можно эту скорость движения звезд измерять в разных системах отсчета. Например, если мы говорим о звездах диска галактики, они вращаются вокруг центра галактики. И вот справа внизу нарисован график, как эта скорость меняется. Это не самый современный график, но мелкие детали нас не интересуют. Скорость при удалении от центра быстро нарастает. Причем область прямо вблизи черной дыры здесь исключена от рассмотрения. Там тоже скорости большие вблизи черной дыры. Но вот потом скорость нарастает, потому что нарастает масса внутри орбиты звезды. А затем скорость долгое время остается постоянной. Ну, долгое время означает, что на большом протяжении. Время здесь ни при чем. и говорят о плоских кривых вращениях галактик. Вот это как раз объясняется темным веществом. Скорости, как вы видите, здесь большие. Больше 200 км в секунду. И такие звезды с галактикой связаны. Чтобы улететь из галактики, скорость должна быть очень большой. Причем важно, что гало галактики простирается на очень большое расстояние. И просто там щелкнув звезду со скоростью, равной скоростью убегания на данном радиусе, учитывая только массу, находящуюся внутри ее орбиты, вы не заставите звезду покинуть галактику, поскольку при удалении она будет чувствовать все большую-большую массу, потому что гало не заканчивается довольно долго. Но при скоростях порядка 500 км в секунду, опять-таки мы увидим на одном из графиков, что это значение не очень хорошо известно, при скоростях порядка 500 км в секунду и больше звезда может галактику покинуть навсегда. и потом блуждать в межгалактическом пространстве. Вот эти скорости, вот эти 200 км в секунду, мы связали систему отсчета, например, с центром галактики и смотрим, как звезды вокруг нас крутятся. Но мы находимся сами в Солнечной системе, то есть у нас есть своя еще система отсчета, это Солнце. Ну, можно выбрать какую-нибудь другую звезду и посмотреть на характерные скорости соседей, соседних звезд. И вот близкие звезды двигаются друг от нас и друг с небольшими скоростями, со скоростями 10-30 км в секунду. Но выделяются так называемые убегающие звезды, которые имеют скорости в несколько раз больше. Эти скорости далеки от скорости убегания, но тем не менее относительно соседей звезды двигаются с скоростями 50-70-100 иногда километров в секунду. Открыли их в середине века. И среди массивных звезд такие объекты встречаются довольно часто. Возникает вопрос, что же разгоняет эти звезды. Есть два основных механизма. Первое динамическое взаимодействие. Если гравитационно взаимодействуют три и более звезд, то они могут обмениваться энергией, обмениваться импульсом. И, соответственно, как правило, более легкая звезда получает дополнительную скорость и дополнительный импульс и выбрасывается с какой-то заметной скоростью. Характерная скорость как раз получается порядка 100 км в секунду. Второй вариант придать звезде дополнительную скорость это разрушение двойной системы. В двойной системе звезда вращается вокруг центра масс, и если вторая звезда исчезнет, то оставшаяся звезда, сохранив свою орбитальную скорость, с ней улетит. Орбитальные скорости могут быть большие. Могут быть, кстати, и сотни км в секунду, и мы с вами увидим такой пример. Как звезда может исчезнуть, тоже довольно понятно. Она взрывается как сверхновая. И распад двойных систем в результате взрыва сверхновой это способ разгонять звезды. Мы можем узнать, где родились убегающие звезды. звезды. Для этого нужно пронаблюдать какое-то время их движения. А дальше мы можем интегрировать траекторию движения назад. Мы примерно знаем возраст звезды. И интегрируя назад, мы можем упереться в какое-то звездное скопление или ассоциацию. И соответственно, сравнив время полета с примерным ожидаемым возрастом звезды, мы можем заключить, насколько вероятно, что звезда именно в этом скоплении родилась. Массивные звезды практически все рождаются в скоплениях и ассоциациях, в каких-то таких звездных группах. И это само по себе никак не указывает на механизм, но подчеркну, что динамическое взаимодействие требует какой-то большой плотности звезд. И для массивных звезд это встречается нередко, просто потому, что звезды часто образуются в группах скоплений. С распадом двойной системы тоже более-менее все понятно, но давайте вначале на левую картинку посмотрим. У нас есть оптическая звезда, стрелка указывает направление ее орбитального движения. Точка это центр масс, вот у нас взрывающаяся звезда, сбрасывается оболочка, стрелка показывает орбитальную скорость второй звезды, оболочка полетит туда, куда двигалась по орбите звезда, соответственно центр масс будет двигаться в другую сторону. И в предельном случае, если у нас звезда полностью разрушается, то оптическая звезда, которую мы наблюдаем сейчас в оптике, в первом приближении полностью сохраняет свою скорость и направление движения, но чаще всего возникает какой-то второй объект, нейтронная звезда или черная дыра, поэтому гравитационные взаимодействия между двумя телами продолжаются, оболочка улетает, и траектория нормальной звезды, это не просто прямая линия, направленная в ту же сторону, куда была направлена орбитальная скорость в момент взрыва, а вот такая линия искривленная, но если вы знаете все массы, массу видимой звезды, массу компактного объекта массу сброшенной оболочки, то все это можно рассчитать. Таким образом можно разгонять звезды до больших скоростей, и вот самая быстрая зарегистрированная звезда в галактике со скоростью 1200 километров в секунду, и подчеркну, это не скорость, связанная с вращением, это именно дополнительная скорость этой звезды. Вот эта звезда по всей видимости была выброшена из двойной системы, то есть была очень компактная система с большой орбитальной скоростью, и второй компонент видимо был разрушен полностью, это возможно при взрыве сверхновой типа 1А, то есть при термоэдерном взрыве белого карлика, и тогда вот можно получить такую огромную скорость для звезды, и в каком-то количестве такие объекты в галактике должны встречаться. динамическое взаимодействие на пальцах уже описали, на рисунке показаны реальные расчеты справа, слева это естественно фантазия художника, а справа это реальные расчеты, происходило сближение одиночной звезды и двойной звезды, и в результате взаимодействия произошел обмен компонентами и выброс одной из звезд, и при этом звезда приобретает дополнительную скорость повторюсь порядка нескольких десятков километров в секунду как правило но может быть и больше зависит от параметров системы если вдруг система с компактными объектами то там можно добиваться больших скоростей звезды когда двигаются в межзвездной среде со сверхзвуковой скоростью порождают красивые структуры потому что от звезды истекает звездный ветер и есть много вот таких красивых изображений фотографий соответственно получение таких изображений позволяет независимо определить скорость звезды задав параметры звездного ветра задав параметры межзвездной среды вы можете определить скорость движения звезды в среде то есть это все независимо подтверждают что есть звезды с большими скоростями если мы говорим просто о вращении в галактике то поскольку в галактике существует несколько динамических подсистем то звезды в разных подсистемах могут двигаться с большой скоростью друг относительно друга но при этом они все гравитационно связаны с галактикой то есть это пока объекты нашей галактики вполне стационарно в ней живущие просто двигающиеся и если мы говорим о солнечной окрестности то здесь самыми большими скоростями двигаются звезды гало поскольку их скорости в первую очередь ориентированы не так как скорости звезд диска звезды диска все двигаются примерно в одной плоскости а звезды гало летают как хотят это немного похоже на движение планет в солнечной системе происходят вблизи плоскости эклиптики и на движение комет облако орда уже квазисферическое и соответственно кометные орбиты ориентированы достаточно хаотично и поэтому относительная скорость движения земли например и кометы может быть очень большой то есть комета может лететь перпендикулярно движению земли например и будет иметь довольно большую скорость на земной орбите больше этих 30 километров в секунду но в галактике есть и другой тип звезд здесь опять-таки показаны обычные звезды и показано что скорости могут быть по-разному ориентированы но есть и другой тип звезд это так называемые убегающие звезды ну или их называют извините гиперскоростные звезды про убегающие мы уже говорили гиперскоростные звезды значит по горизонтальной оси на рисунке нарисовано расстояние от центра галактики в килопарсеках то есть это видите довольно большой масштаб да орбита солнца там находится сильно-сильно слева то есть на этом графике ее нет по вертикальной оси показана скорость две линии штриховые с коротким и длинным штрихом это разные расчеты скорости убегания с данного радиуса и соответственно разными цветами показаны звезды те которые показаны фиолетовыми звездочками это как раз гиперскоростные звезды вот у них скорости большие и они лежат ну по крайней мере выше одной из кривых соответствующих убеганию из галактики то есть определение гиперскоростной звезды это не просто звезда с большой скоростью есть какой-то предел 300 400 500 километров в секунду это звезда которая имеет такую скорость что она уже гравитационно не связана с галактикой то есть эти скорости как мы видим на порядок превосходят скорости убегающих звезд которые в этом смысле не такие уж и убегающие оказываются они убегающие только от своих соседей но не от всей галактики а здесь звезды действительно убегающие и возникает вопрос откуда они берутся но один механизм даже два механизма уже разобрали мы посмотрели на эту звезду со скоростью 1200 километров в секунду и она безусловно относится к убегающим и она по всей видимости возникла в результате взрывосверхного двойной системы динамические взаимодействия потенциально тоже могут приводить к разгону до больших скоростей но это должно встречаться очень редко а вообще говоря проанализировав первую выборку гиперскоростных звезд здесь вот она очень хорошо показана эта выборка тонкими линиями изображено распределение по скоростям обычных звезд и они могут иметь довольно большие скорости но если мы это опишем аналитической формулой то мы увидим что есть хвост высокоскоростной который не описывается уже этими формулами и здесь значит работает какой-то другой механизм разгон вот проанализировав первую такую выборку обнаружили довольно интересную штуку что звезды в среднем летят из центральной области галактики естественно точный вектор скорости определить нельзя но первая выборка была совместна с тем что звезды летят просто из самого центра то есть от сверхмассивной черной дыры поэтому был придуман красивый механизм ускорения звезд до больших скоростей в этом смысле черная дыра выступает как такой ускоритель на левом рисунке крестиком отмечено положение черной дыры а светлые кружки это звезды это реальное изображение дан масштаб 10 световых дней мы знаем как звезды двигаются в центральной области галактики если просто одиночная звезда прилетает мимо черной дыры то разогнать ее не получится если у нас просто происходит взаимодействие двух в первом приближении точечных тел то никакого разгона не будет а если мы учтем их неточечность то есть добавим приливы еще может быть и торможение но если взаимодействие три тела то вот тогда возможно ускорение одного из этих тел и довольно часто должна происходить такая ситуация что мимо черной дыры прилетает двойная система и тогда в некоторых случаях происходит уже довольно любопытный процесс приливное воздействие черной дыры разрывает эту двойную систему одна из звезд остается на орбите вокруг черной дыры а вот вторая приобретает дополнительную скорость и импульс в целом естественно все сохраняется но происходит перераспределение и одна из звезд пары может разгоняться до большой скорости и оценки показывали что легко достигаются скорости характерные для гиперскоростных звезд то есть возникла красивая идея что если не все то по крайней мере подавляющее большинство гиперскоростных звезд получили свои большие дополнительные скорости благодаря вот такому взаимодействию двойной системы с черной дырой сейчас кажется что это не совсем так то есть этот механизм работает но не объясняет 99% гиперскоростных звезд тем не менее это красивый работающий механизм в существовании которого никаких сомнений нет более того с его помощью можно объяснять очень популярные объекты например давайте начнем с пятой картинки что наблюдается дальше мы дойдем до того что происходило наблюдается синяя звезда что ну голубая звезда если хотите что указывает на большую температуру и значит косвенно на большую массу звезды вот наблюдается такая звезда на достаточно большом удалении от плоскости галактики центра галактики что значит на большом удалении это означает что если бы звезда двигалась с той скоростью с которой она двигается с учетом изменения скорости в гравитационном потенциале то за время своей жизни а время жизни определяется масса и звезда не успела бы так далеко отлететь значит возникает такая невозможная ситуация которую нужно как-то объяснять и соответственно был придуман очень красивый сценарий но теперь давайте перепрыгнем на первую картинку итак у нас происходит взаимодействие с черной дырой но не двойной системой а тройной системой и в результате этого взаимодействия одна из звезд остается у черной дыры а вылетает двойная система двойная система достаточно тесная звезды начинают взаимодействовать друг с другом и сливаются в результате слияния звезд возникает голубой объект то есть звезда дополнительно разогрета вот такие звезды называют «голубые продяги», и тогда удается все хорошо объяснить и высокую скорость звезды, и почему у нее такой синий цвет, а масса на самом деле не такая большая, но и, соответственно, не слишком большая масса дает достаточную продолжительность жизни, чтобы успеть добраться до того места, где мы видим эту звезду из центра галактики вот за время жизни звезды. Так что механизм ускорения центральной черной дыры, по всей видимости, работает. Звезды вылетают в произвольном направлении. Поскольку орбиты звезд вблизи черной дыры, они квазиравномерно распределены, то мы можем считать, что и гиперскоростные звезды вылетают в разные стороны. Ну а если мы берем двойные системы в нашей галактике, то точно так же плоскости орбит, они не коррелируют, скажем, с плоскостью галактики, и звезды могут выбрасываться в разных направлениях. Но с какой-то вероятностью направление движения звезды может совпадать с направлением на другую галактику. И вот здесь, собственно, мы приходим к тому фантастическому сюжету, который я хотел вам предложить. Представим, что происходит какая-то катастрофа, которая охватывает всю галактику. Ну, галактика большая, поэтому и катастрофу удается предсказать заранее, и она какая-то такая медленно развивающаяся. Но как бы то ни было, у цивилизации возникает задача покинуть галактику. То есть не просто переселиться на другую звезду, что само по себе является трудной задачей. Но фантасты с ней научились справляться. А тут нам нужно цивилизацию перетащить в другую галактику. Построить такой звездолет, очевидно, трудно. И тогда идея такая. Вы находите гиперскоростную звезду, вокруг которой есть планета с подходящими параметрами. Гиперскоростная звезда летит в нужную вам сторону, например, в сторону близкой галактики. И вы переселяете цивилизацию на эту планету. Ну, а дальше со скоростью гиперскоростной звезды, довольно большой, там тысячи километров в секунду, находясь на обитаемой планете, вы покидаете галактику. И вот, например, звезда, которая изображена на этом рисунке, H.E.0437-5439, вот она была выброшена из нашей галактики и некоторое время назад пролетела вблизи Большого Магелланового облака. То есть, действительно, такие события происходят. И такой реально существующий процесс астрономический, в принципе, можно использовать в научно-фантастическом произведении. Можно ускоряться до еще больших скоростей, но теперь нам нужно использовать какие-то очень компактные ускорители. Компактные, в смысле, с компактными объектами. И первое, что приходит в голову, это не одна сверхмассивная звезда в центре галактики, а две сверхмассивных черных дыры в центре галактики. Такое происходит достаточно часто, потому что галактики сливаются, соответственно, в конце концов, их центральные черные дыры подходят близко друг к другу И затем могут слиться за счет испускания гравитационных волн. Но на настоящий момент мы наблюдаем много двойных сверхмассивных черных дыр в самых разных галактиках. И вот два таких объекта могут являться очень мощным ускорителем. В такой ситуации звезду можно разогнать до скорости близкой к скорости света. Ну там не 0,99, но, скажем, треть скорости света. То есть получить не тысячу километров в секунду, а сто тысяч километров в секунду. Вот звезду вполне себе можно до такой скорости разогнать. Я, правда, думаю, что будет тяжеловато сохранить планету такой звезды при таком механизме разгона. Но никто просто детально не считал. Может быть, можно найти какие-то уникальные условия и для этого. Более того, такие идеи обсуждались довольно давно и обсуждались практически в научно-фантастическом контексте. Совсем недавно, в мае этого года, в архиве была опубликована старая статья Фримана Дайсона. Фриман Дайсон очень известный физик, и в том числе он много размышлял на проблемы внеземных цивилизаций. Многим он может быть известен именно с этой стороны. Вот в 1963 году он написал статью, которая была в каком-то малодоступном сборнике, но вот теперь ее можно почитать в архиве в свободном доступе. Он написал статью, в которой предложил интересный механизм. И на мой взгляд, вообще, вот есть такая красивая, она раньше особенно была популярна, как раз в эти 60-е годы. Деятельность прямо на стыке науки и научной фантастики — это обсуждение внеземных цивилизаций, придумывание того, какими могут быть космические чудеса. То есть, как мы можем что-то заметить, нечто связанное с деятельностью высокотехнологичной цивилизации. Это прямо вот такая основа для hard science fiction, и оттуда много черпали авторы, естественно, в то время. Так вот, Фриманом Дайсоном была предложена такая штука, что для того, чтобы разгонять корабли до большой скорости, цивилизации могут использовать двойные системы из двух компактных объектов. Ну, тогда, в 63-м году, он, естественно, в первую очередь мог обсуждать двойные белые карлики. Напомню, пульсары были открыты в 67-м году, ну, а первые значимые аргументы в пользу существования черных дыр появились где-нибудь в году 70-м, когда более-менее изучили систему Лебетикс-1. Соответственно, идея состоит в том, что в такой двойной системе, вбрасывая третье легкое тело, вы это легкое тело можете разгонять за счет такого аналога гравитационного маневра до очень больших скоростей. Гравитационный маневр активно используется в Солнечной системе для отправки межпланетных станций во внешнюю Солнечную систему, к Юпитеру и дальше. Но здесь скорости движения маленькие, а если у вас система из двух компактных объектов, то у вас орбитальные скорости могут быть порядка, там, уже, не знаю, миллионы километров в час. И тогда вы можете разгонять космический корабль до большой скорости. И вот Фримен Дайсон как раз предлагал такую идею, что такие компактные двойные системы могут использоваться продвинутыми цивилизациями, как такие вот, в неком смысле космодромы. Некие объекты для ускорения космических кораблей, для того, чтобы дальше они браздили просторы галактики уже со значимыми скоростями, а двигатели использовали уже только там для коррекции орбиты и торможений, но не для разгона. Хорошо, в заключение перепрыгнем на совсем другую тему. Обычно, когда говорят о научной фантастике, то говорят о естественных науках и о технике. Ну вот, интересно узнать ваше мнение, какой могла бы быть научная фантастика в гуманитарной области. На поверхности лежат только какие-то гипотетические события. Например, есть такая известная пьеса «Возможная встреча» про встречу Баха и Генделя, которые жили в одно время, но, по всей видимости, никогда не встречались. То есть, по-моему, в Ефремовском хате шла эта пьеса, но, я думаю, она на многих сценах шла и у нас в стране и в мире, автор австрийца. Это до них в смысле фантастика, то есть вы раскрываете характер героев через некое фантастическое не случившееся происшествие, да, вот их встречу. То, чего не было в реальной истории. Недавно я прочел замечательный роман, который на русский переведен, как «Обладать». Прочел я его тоже на русском. Перевод очень хороший, прям поклон переводчикам, потому что это, если будете читать по-русски, оцените, насколько это сложная работа. И заодно, наверное, поймете, насколько сложно читать оригинал. Я вот не взялся читать оригинал, я там слишком многого не понял. Я бы сказал, это тоже до некой степени такая фантастика в гуманитарной области, когда автор придумывает вымышленных авторов XIX века. И, ну, это не просто роман об их отношениях, да, это, правда, одна из сюжетных линий, но автор пишет за них художественные произведения. Какими они могли бы быть вот в викторианскую эпоху, и, по большому счету, это вполне себе фантастика в гуманитарных науках. И здесь она требует, ну, такого, на мой взгляд, даже более полноценного погружения и исследования, чем при придумывании каких-то технических, например, устройств. Но было бы интересно узнать, какие еще идеи могут прийти к вам в голову, поэтому под этим видео будут открыты комментарии. И, наконец, в самом конце я хотел рассказать еще об одном направлении исследований, скажем так, и рассказать о каком-то своем опыте. И, естественно, довольно много научно-фантастических идей используется в искусстве. Тем не менее, вот такой замечательный московский художник Растан Тавасеев обратил внимание, что в научной фантастике как раз довольно мало пишут про искусство в будущем. И у него есть очень большие интересные рассуждения, почему так происходит. Можете поискать, там, видео, статьи в интернете, где Растан об этом говорит. И Растан начал представлять, каким может быть искусство в будущем, но в таком научно-фантастическом контексте. Немного чем-то похоже на книги Пеперштейн, если читали. И один из больших проектов, который делал Растан и привлекал меня в качестве консультанта, это проекты создания планетарных туманностей с заданными формами. Естественно, там не все возможно, и в смысле формы, и в смысле цветов сохраняются какие-то симметрии. То есть вы можете как-то слегка модифицировать вот этот грандиозный естественный процесс. И поэтому важно было найти какую-то разумную середину между такой абсолютно бульной фантазией художника, что мы что хотим нарисуем при создании планетарной туманности. И очень консервативным подходом, который сводится к тому, что у вас есть массивая симметрия, центральная симметрия, и, в общем, многого вы не добьетесь. И, соответственно, у Растана прошло несколько выставок. Можно посмотреть какие-то картины или трехмерные модели, которые выставляются на некоторых из его выставках. И ближайший номер венского журнала «Войнифт», который выйдет 9 ноября, будет представлен публике. Вот он открывается, картина Растана Тавасиева, той, которая справа. И у Растана Тавасиева есть интересная подборка научно-фантастических идей именно в контексте искусства. И это можно все посмотреть на вот этом сайте. Ссылку я тоже вставлю в описание этого видео. Ну вот на этом все. Довольно длинное получилось рассуждение о научной фантастике от ни специалиста, ни профессионала в этой области. Пишите ваши комментарии. Интересно узнать, что вы думаете по этому поводу, особенно по поводу фантастики в гуманитарной области. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok